Эфир УТС продолжает новости спорта в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Начнем наш выпуск с хоккея. Сезон для Сибири стартует 3 сентября. Команда начнет регулярный чемпионат Челябинский, встречи с трактором. Первый домашний матч намечен на 13 сентября. В Новосибирск приедет Северсталь. Полное расписание матчей будет опубликовано Лигой уже в ближайшие дни. Всего, согласно новому календарю, в Лигу Реальном чемпионате клубы проведут по 56 матчей. По одной игре дома и в гостях с каждой командой и еще по два матча с пятью коллективами из своего дивизиона. Таким образом, Сибирь проведет по четыре встречи с Авангардом, Амуром, Салаватом Юлаевым, Борисом и Адмиралом, который спустя сезон вернулся в КХЛ. Уже в ближайший понедельник Сибирь приступит к подготовке к новому сезону. 12 июля игроки и тренерский штаб соберутся в Новосибирске после отпуска. Внимание на молодежь! Баскетбольный клуб Новосибирск проводит просмотр игроков в юношескую команду. Как проходят тренировки и какие изменения произошли в основном составе, расскажем в нашем следующем сюжете. Летний просмотр молодежи – традиция новосибирская ежегодно. В начале июля на сборы приглашают перспективных молодых игроков, способных усилить команду. На этот раз клуб решил увеличить масштаб. И кроме ребят, которые и так были на карандаше у тренеров, позвали всех желающих из спортшкол региона. На тренировках никаких поблажек. Все как у профессионалов. Во-первых, смотрим оснащение игрока, как он подготовлен. Второе, конечно, это немаловажно ростовые данные, кондиции физические, как работает голова и остальное. Сейчас на просмотре в команду «Дюбл» чуть больше 10 игроков 16-17 лет. Со следующей недели к сборам присоединятся еще столько же ребят. Из них тренеры и будут формировать команду на новый сезон детско-юношеской лиги. К тренировкам молодежи иногда подключаются и баскетболисты основы. Естественно, что работая с основой, отношение другое. Меняется отношение, меняется скорость. Ну, как бы, трудимся, работаем. Полностью главная команда Новосибирска выйдет из отпуска через месяц. В межсезонье в ней произошли большие изменения. В первую очередь в тренерском штабе. Новым главным тренером назначен Андрей Яндропов. Представлений для местных любителей баскетбола он не нуждается. Ведь большая часть его карьеры как игрока прошла именно в Новосибирске. А после ее завершения Яндропов помогал Владимиру Певневу в тренерской работе. Достаточно неожиданно это было назначение, если честно. Поэтому, да, я к этому нормально отношусь. Я, в принципе, к этому готов и знаю, на что иду. По словам тренера, формирование состава уже завершено на 70%. С прошлого года остались шесть игроков. Подписали контракты еще с тремя. Центровым Максимом Войтовым, форвардом Александром Лавниковым и разыгрывающим Максимом Ткаченко. Лавникова, я думаю, что знают новосибирские зрители, так как он у нас играл три года назад в команде. Ну, а Максим Ткаченко – это опытный игрок. Достаточно давно в Суперлиге играет на ведущих ролях. То есть был всегда основным игроком в своей команде, где играл. Ампла у него первый номер. Еще одного разыгрывающего ищут среди легионеров. Скорее всего, также иностранец будет играть на позиции тяжелого форварда. Обновленный состав Новосибирска приступит к сборам в начале августа. А пока же паркет полностью отдан молодежи. Может быть, среди них есть тот, кто способен усилить команду в будущем. Теперь о трансферах. Футбольный Новосибирск наконец объявил имена новичков. Состав команды сразу пополнили несколько футболистов. Наверное, главная новость – возвращение в новосибирскую команду Максима Плопы. Центральный защитник в свое время выступал за Сибирь, но покинул клуб в 2017 году. После в его карьере были Оренбург и Балтика, за которые он в общей сложности провел 150 матчей. Еще одним новичком стал Александр Радченко. 27-летний нападающий сменил уже немало клубов, успев поиграть за Енисей, Тосно и Химки. Весеннюю часть прошлого сезона игрок провел за Динамо-Брянск в ФНЛ. В новом сезоне за Новосибирск будет выступать и один из лучших бомбардиров минувшего сезона ПФЛ – Руслан Галиакберов. Он забил 15 мячей, играя за КамАЗ – команду победителя группы номер 4. Еще одно усиление в нападении – 26-летний форвард Игорь Бугаенко из «Саратовского Сокола». Подписал контракт с Новосибирском и молодой защитник Дан Новицкий. Кроме того, новые соглашения заключили футболисты из прошлого состава. Это Сергей Нарылков, Алексей Гладышев, Вячеслав Ларенц, Антон Макурин, Дмитрий Бакай. Останется в Новосибирске и лучший бомбардир команды Максим Житнев. Полностью укомплектованный тренерский штаб. Новые лица в нем – лишь главный тренер Павел Могилевский и его помощник Андрей Бачков. Остальные уже работали в Новосибирске в прошлых сезонах. И напоследок еще одна футбольная новость. Стал известен соперник Новосибирска в Кубке России. В первом раунде розыгрыша трофея команда в очередной раз встретится с географическим соседом – Динамо Барнаул. Матч пройдет 14 июля на поле соперника. На этом на сегодня все. Выпуски спорт-обзора вы также можете посмотреть на официальной странице ОТС в социальных сетях и на канале в Ютубе. Я же с вами прощаюсь. В студии работала Кристина Латом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова